Всем привет! С вами я, Дмитрий Фресков. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Пока я жил в России, мне часто приходилось мотаться в командировки. Я поездил по самым разным краям нашей необъятной. Побывал в Нижнем, в Екатеринбурге, в Челябинске, в Новом и Старом Уренгое, в Салихарде, в Муроме. Короче, куда меня только не заносило. В каждой местности свои особенности. Конечно, наивно предполагают, что в командировочном незнакомом городе сходу сможет отыскать какое-нибудь классное заведение. Но иногда мне везло. Как-то поторчало неделю в Екатеринбурге, и вот там мне довелось найти одно классное заведение. Все готовили в горшочках. Я туда ходил на обеды, на полудники, на ужины. Ходил бы даже, наверное, на завтраки, но они открывались только в 11. Перепробовал, наверное, половину меню. И вот сегодня собираюсь по памяти восстановить один из тамошних рецептов. Понадобится простейший набор. Мясо, лук, картошка, грибы, томатная паста, сливочное масло, мульон и сливки. И для теста мука, соль, дрожжи, масло. К сожалению, настоящих белых лесных грибов у меня нет. Заменил их шампиньонами, поэтому получится, конечно, не совсем то, что я ел в том заведении. Но надеюсь, что на выходе будет тоже очень даже неплохо. Начну с теста. В теплой воде надо развести дрожжи. Немного сахара и пару ложек муки. В данном рецепте тесто вторично, поэтому большого смысла в длительном выбраживании нет. А значит, до ускорения процесса можно активировать дрожжи быстрым способом. Ну, то есть теплая вода, сахар и тому подобное. Ну, а я займусь нарезкой мяса. Признаться честно, я испытываю прям-таки сексуальное удовольствие от работы острыми ножами. Сталь АОС-8. Каждый нож, каждый, выходит из завода с ручной заточкой. А ведь Самура одной только стали АОС-8 по 8 тонн ежемесячно закупает. Они реально фанаты ножевого производства. Отлично. Нарезанное довольно крупными кусочками, ну, примерно с перепели на яйцо, мясо, нужно подготовить для обжарки. Пересыпать мукой. Солью и перцем. И перемешать. Мука на поверхности ускорит прохождение реакции Майяра, то есть позволит получить румяную корочку гораздо быстрее, чем без муки. Сама по себе эта корочка нам нужна не ради внешнего вида, а ради вкуса. При длительном тушении, впоследствии, этот самый вкус корочки перейдет у нас в соус. Собственно, уже можно начинать обжарку. Вернее, начинать пока нельзя, сначала надо масло разогреть. Но очень сильно греть тоже не надо, нам же нужны поджаристые корочки, а не сгоревшие края. Тут очень важно соблюсти баланс между температурой, размером сковороды и количеством мяса. Положите в небольшую посуду, у нас сразу много мяса. Масло мгновенно остынет, и вместо обжарки начнется стушение. Так что, если у вас мяса много, лучше его по частям румянить. Ладно, процесс идет, а я пока замешу тесто. Смотрите, как дрожж заработали. Сейчас все смешаем. Соль сюда, размешать, вылить. И муки. И замесить. Степень влагопоглощения у разной муки разная, поэтому не усердствуйте особо с добавлением. Как только соедините все ингредиенты, тесто будет сразу липким, и вам захочется добавить еще муки. Не спешите. Поработайте вот с таким липким минут 5, и оно станет гораздо более послушным. И липкость сама по себе мало-помалу уйдет. Чем тесто более мягкое, тем хлеб пышнее. Смотрите, какой результат мне нужен. А сейчас еще и масло сливочного, размягченного, надо добавить. И подсолнечного с запахом. И вмешать. До однородности тесто станет еще мягче. Обожаю работать с тестом. Смотрите, какое мягкое. Прямо как пузо спящего кота. Все, накрою полотенцем. И отправлю в теплое место без сквозняков. Заветренное тесто – это не то, к чему я стремлюсь. В духовке лампочку включу, чтобы теплее было. Да, про мясо не забываем. О, какая красота. Румяность местами есть. Значит, надо заняться соусом. Кусочек сливочного масла. И муки. И слегка обжарить. Степенью обжарки я регулирую силу орехового аромата. Чем сильнее муку жаришь, тем сильнее аромат. Достаточно, пожалуй. А теперь сюда отправляется томат. Его тоже надо обжарить, а не просто прогреть. При обжарке сахара, который есть в томате, карамелизуются. Но это именно при обжарке. Если вы его будете просто варить, то, естественно, никакого карамельного привкуса не получите. О, смотрите, самое оно. И вот теперь сюда отправляется мясной бульон. По частям, не сразу. Если плюхнуть всю жидкость сразу, то соус пойдет комками. А зачем нам комки? Ну, вот если по частям и каждую часть размешивать до однородности, то будет совсем другое дело. Отлично. Ну, а теперь сюда же сливки, чтобы немного смягчить вкус томатов. Оставлю мясо тушиться. Пусть с поджаристой корочки переходит во вкус соуса. А я пока займусь грибами. Нарежу их крупно. Шляпки буквально четвертинки. И будет достаточно. Хочу в готовом блюде видеть, что ем. Хочу в туши. Ну, пора заняться картошкой Ее тоже нарежу довольно крупными кусками Если сильно мельчить, расползется в кашу Нет, может быть, конечно, кому-то такая вот расползшаяся по вкусу придется Тогда режьте мелко А по мне, вот такой размер, самое то Огонь все еще сильный, надо, чтобы и картошка по поверхности прихватилась немного Поэтому лук с грибами в сторону с грибу Еще масло Добавить И теперь картошку Вот так вот будет в самый раз Как вы видите, рецепт заточен под общепит То есть заблаговременно сделали заготовки Ну, нажарили мясо, натушили его в соусе Заморозили в контейнере Оставили Нажарили картошки с грибами Тоже в контейнер, в заморозку И все оно стоит А когда появляется заказ Достаете порционно из контейнеров Разогреваете в микроволновке немного Выкладываете в горшочек Запечатали тестом И в духовку на 35-40 минут И готово Пора уже начинать сборку Конечно же, заранее попробуйте соус Если необходимо, досолите Перца добавьте Сообразите, короче Важно, чтобы соуса было много Больше, чем мяса Можем же этим соусом не только мясо Но и картошку с грибами перекрывать Если уж совсем лениво Можно даже с тестенной крышки не заморачиваться Ну, тогда вид готового блюда Будет не столь презентабельным Края горшочка надо смазать маслом Чтобы тесто наспорт не приклеилось Теперь отправлю их в холодную духовку Тесту надо дать хоть немного времени подняться Я же из него всю пышность-то выдавил Включу нижний нагрев Температура 170 градусов Сейчас духовка начнет нагреваться И тесто потихонечку, хоть немного, но поднимется Конечно, можно было дать ему время на расстойку Там минут 30-40 Но я уже говорил, что в данном рецепте Тесто не главное Оно вторично А самое главное – это содержимое горшочка Чтобы крышечке добавить румяности Пока разболтаю желток с щепоткой сахара И чайной ложкой воды Все, подожду 40-50 минут Прошло 45 минут Самое время смазать тесто лизоном Вот так Старательно Со всех сторон И оставить в печи еще на 5-7 минут Ну, может быть, 10 Готово Представляете, какой аромат сейчас шарахнет Из-под этой крышки Так Так Горячо Вау Чудо Конечно же, есть это надо непосредственно из горшочка Если переложить в тарелку Все содержимое слишком быстро остынет А стенки горшочка достаточно долго будут сохранять этот жар Этот аромат Картошка Грибы Мясо Вау Все это в густом соусе Ну, теперь вы понимаете, почему я так долго зависал в той кафешке Мясо буквально тает во рту Пропитано всеми этими ароматами Соус С легким оттенком жареного мяса Со сладостью Обжаренных томатов Бешамельная основа Просто фантастика какая-то Грибы так сильно чувствуются Картошка Поджаренная картошка такая Она еще такая тушеная получается Жареная, тушеная Просто сказка И крышечка румяная Ароматная Запах свежевыпечного хлеба Короче, сами видите Нарядно Вкусно Праздничное, я бы сказал Просто класс Наверное, позвольте сегодняшний ролик завершить А, должен сказать Если вы соберетесь обновить свой парк ножей То по промокоду фреска На сайтах самурорули Самурорк Вас ждет скидка Спасибо за компанию За лайки, дизлайки, репосты Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok